Ну а сейчас к новостям в мире. Через шесть недель власти США распакуют рекордный бюджет на 369 миллиардов долларов, чтобы подстегнуть развитие зеленых технологий. Речь в том числе идет о производстве электромобилей. Это очень взволновало конкурентов в Европе, как пишет газета. Политику крупнейшей мировой автопроизводитель Германии уже рассматривает возможность отмены табу на субсидии автопрому. Рассматриваемые европейцами меры могут привести к торговой трансатлантической войне, цитирует Интерфакс из Дании. Тем продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Здравствуй, Мариан. В Европе в целом и в Германии в частности разочарованы тем, что Вашингтон не предлагает мирного соглашения. Теперь Брюссель хочет возобновить государственные инвестиции в европейскую промышленность, чтобы активно развивать такие секторы. Как производство солнечных панелей, аккумуляторов, а также активизировать разработку водородных технологий, пишет издание. Политику отмечает, что проблема для европейцев заключается в том, что схема Вашингтона побудит компании перевести инвестиции из Европы и побудит клиентов покупать американское, когда речь заходит о покупке электромобилей. Это как раз таки и приводит в ярость крупных автопроизводителей ЕС, таких как Франция и Германия. Перемирие кажется маловероятным. Если эта размолвка сейчас выйдет из-под контроля, это приведет к торговой войне, которая повергнет в ужас осажденных европейцев, говорится в публикации. Перемирие выглядит маловероятным, поскольку Джо Байден не предпринимает никаких мер и не комментирует вопрос публично. Возможными шагами, которые рассматривают в Европе в ответ на американский закон, могут стать протесты в ВТО. Стороны могут легко вернуться к тарифным баталиям, так называемому «пока» за око эпохи бывшего президента США Дональда Трампа, считает газета. Коллеги Спасибо, Айсанж.